Земельные участки многодетным семьям предоставляются согласно части 2 статьи 28 земельного кодекса Российской Федерации. По ее положениям землю можно получить уже за третьего ребенка. Федеральный закон конкретизируется актами муниципальных органов власти. Практически каждый субъект страны имеет свой закон, разъясняющий гражданам порядок предоставления земельных участков многодетным семьям. В Одинцовском районе мы впервые за всю историю нашего района в этом году стали активно передавать земельные участки в руки многодетных семей. Это живописные места с прекрасной природой и я уверен, что эти места и станут прекрасным домом для ваших замечательных семей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, демографическая статистика показывает, что россияне не боятся создавать семьи. Согласно данным Росстата, за минувший год население страны увеличилось более чем на 2,5 миллиона человек. Многодетные семьи у нас в большом количестве в Подмосковье живут. Мы вторые после Ставрополя. Как-то не странно. А может и не странно, а может быть здорово, что земля у нас такая плодородная во всех смыслах слова. И люди у нас красивые и объединяются в семьи, в счастливые. Одной из главных сложностей при выделении земли является ее расположение. По закону она не обязательно должна находиться недалеко от места жительства. В результате нередко районы приобретают землю у соседей, что совершенно не устраивает людей. Доступность и транспортная, и чтобы они тратили меньше времени для того, чтобы можно было попасть на эти земельные участки. От того места, где проживают. То есть, если это Одинцово, значит в Одинцовском районе и должны быть земельные участки для многодетных. Это обширные территории, находящиеся неподалеку от транспортных артерий района. Многие семьи ждали сертификатов годами. Это будет семейное имение. Как минимум трехэтажное. Но большие планы, грандиозные. Конечно, постройка. Это будет именно семейное гнездышко. Похожая ситуация и в семье Надежды. Надежды у нее два сына, Миша и Матвей, а также дочь Марина. Теперь земельный вопрос для нее решен. У меня два сына, 12 лет. Давно ждали участок. И вот нас позвали получать сертификат. Мы очень рады. Гости и участники праздника целый вечер могли принять участие в конкурсах и развлечениях. Для ребят мы традиционно представляем небольшую игровую зону, которая частично разработана была совместно с воспитанниками клуба. Это игры для развития памяти. Частично это выставка миниатюр. Вот сейчас она собирается. И непосредственно игровая система Великой Отечественной. Если кто-то изъявит желание побольше разобраться в игровой механике, то вот есть ребята, которые готовы помочь это сделать. Глава района отметил, что власти намерены сопровождать многодетные семьи при освоении участков. Им планируют помочь с благоустройством территории, проведением коммуникаций и оформлением документов.